Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в программе «Хлеб на каждый день» и вновь можем говорить о главном, важном, ценном, значимом, весомом и, конечно же, имеющем продолжение в вечности. Потому что все, что мы делаем на земле, будет определенным образом не просто известно в вечности, а будет иметь продолжение либо в плоде, либо в аргументах против нас. И так хочется, чтобы этих аргументов не осталось у врага, чтобы мы здесь с ними разбирались, чтобы мы здесь были честны, открыты и способны к переменам и изменениям. Потому что тогда, когда мы видим других виноватыми в своих судьбах, то это не тот путь, который приводит к преображению судеб, к преображению нашей внутренности. Потому что тогда, когда мы видим кого-то виноватым, то мы в своей жизни утверждаем либо самосожаление, либо вот эту природу обвинителя. А есть обвинитель братьев, значит, тогда мы берем эту низменную природу совершенно не из того источника. И поэтому проверьте, если в сердце есть обвинение хоть в чей-то адрес, то лучше с этим разобраться. Потому что нам дал Господь природу адвоката, природу примирения. И это очень сильная часть, если мы ее правильно реализуем. Когда мы не ищем виноватых, а задаем вопрос Господь, что я могу изменить? Или как я могу повлиять на ситуацию? Есть ли у тебя какой-то план для меня, чтобы я это мог услышать и в нем двинуться? Тогда, когда мы это делаем и делаем открыто, делаем в соответствии с тем, что является Божья воля, то тогда, когда кажется совершенно проигрышный вариант, а он выигрывается, потому что любовь не проигрывает, потому что Бог дает не только совет, а Он знает, как этот совет обернется в нашей жизни. И поэтому предлагает сделать этот или другой шаг. Будем внимательны к Его посланничеству, будем внимательны к Его духу, который внутри нас, и будем внимательны к тем примерам, которые мы с вами рассматриваем, чтобы они нас учили сейчас, как Божьи уроки. Итак, мы видим, как Иоаннафан, сын священника Авиафара, пришел и дает. Это молодой человек и дает сейчас информацию, ту, которая важна для Дони, для Иава, для всех, кто там собрался. Да, серьезная причина, и это уже состоявшийся факт. Это уже никто отменить не может, народ уже теперь знает, что произошло. Это не только стало в царском дворце, а это произошло на уровне всего народа, и так быстро разнеслась весть. Теперь те, которые были заговорщиками, те, которые, казалось бы, уже царствовали, уже попытались порадоваться тому, чего еще не состоялось, теперь они оказались перед большой проблемой. Ведь в данный момент уже теперь не только не будет скрыт этот факт, а теперь надо будет отчитаться за него, потому что уже теперь новый царь. А как он себя поведет? А какие будут у него принципы правления? Они еще пока не знают, но уже, скорее всего, Адония знал, что Соломон хоть и молодой, но у него есть мудрость. Вы знаете, что можно сказать, еще пока он не просил этой мудрости у Бога, скорее всего, и не было. Нет, не так. Потому что написано, что Бог мудрым дает мудрость, и у кого есть, он еще умножает. Поэтому есть уже в этом молодом человеке та природа, которая притянет вот это желание новой меры мудрости. И поэтому она, скорее всего, была видна в его детстве или в тех отношениях, которые уже он имел со своими братьями. И поэтому Адония понимает, начинается для него непростой сезон. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас благословлять друг друга на то, чтобы наша внутренность, она привлекала большую меру того, что является благословением неба для земли. Большую меру мудрости, большую меру жажды по Тебе, большую меру откровений. И вообще все, чего мы можем получить от Тебя в большем объеме, мы хотим это иметь. Помоги, Господь, быть открытой, жаждущей землей, на которой изливается Твой дождь благословения, на которой изливается вовремя и дождь, и солнечный поток, и пахарь приходит вовремя, и жнец приходит вовремя, потому что есть уже урожай на полях. Слава Тебе за это, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.